Кветки, веншавания и неводного свободного места в зале. Бенефит заслуженного дейша культуры Республики Беларусь, мастацкого керавника и галунного дирижера, камерного хору областной филармонии Алены Соколовой прошел колледжи мастацтва у имя Соколовского. На им побывала Ганна Корольчук. Алена Соколова народилась в Кирове, у семью врачов. Детинство провела на Волзе. Выдатно скончавшую музыкальному училищу Краснодару поступила в Горковскую консерваторию Мяглинки, набадая лепшей в Украине дирижерский факультет. Потом с мужем переехала в Минск, где арехтовалася стать загадчиком кафедры Института культуры. Планы изменилась у встречи с Александром Рыбальченко, керавником ансамбля песни и танцы Палаца культуры чагуночников, який шукал дирижера для своего коллектива. Так Алена Соколова опынулася в Гомеле. В праздникаторый час я ее запросили у камерный хор филармонии, яким я накерую уже 30 годов. Когда я пришла в камерный хор, там было очень много женщин, 18 женщин было и 2 тенора, и больше никого не было. Конечно же, классический камерный хор должен иметь состав, иначе не подвластна будет классическая музыка и вообще произведения, которые написаны для камерного хора. Через два года это был уже замечательный коллектив. Мы уже участвовали в международном конкурсе, в Киеве пели, а еще через два года мы получили первую премию в Польше. Зараз у коллективе 25 вокалистов, у репертуары яких лепшие творы царку на славянской духовной музыке. Русская замежная классика, вокально-хоровые миниатюры, романсы и джазовые композиции. Камерный хор областной филармонии и агумастатский керауник – лауреаты шматликих международных конкурсов и фестивалев. Высокий профессийный узровень коллектива набыл славу далеко за межами Беларуси – у России, Польши, Франции, Германии, Эстонии и Литве. Повеншевать маэстро с 30 годом творчей деятельности пришли прихильники ее таленту и коллеги – артисты музычной коллективы филармонии. Лена Константиновна, конечно, любит свой хор, любит свою профессию. И люди, которые работают по призванию, это дорогого стоит, потому что есть результат, есть продолжительность этой творческой деятельности. И люди сосредоточены на этом, и у них успехи. Я хочу ей пожелать дальнейшей счастливой и успешной жизни, чтобы она радовалась, чтобы мы радовались успехам нашего камерного хора, и, конечно, чтобы она была счастливой. Усё своё житё Лена Соколова присвятила музыце – соправдной, узнёслой, якая духовно узбухача и слухачоу. В 2016 году и она была узнагороджена медалём Франциска Скарыны за укладу духовности и культуру Беларуси. Подчас бенефису за шматгадовую плённую працу Алену Соколову у знагородзеля гоноровой грамотой областного совета депутатов. Крепкого здоровья вам, вашему хору, нашим зрителям. А самое главное – той неиссякаемой творческой энергии, которая у вас есть. Вы лучшие, мы вами гордимся, мы вас очень любим. С праздником, и позвольте мне вручить эту браку. АПЛОДИСМЕНТЫ История хору – это история сузорья майстров высокого класса, каждый из которых уносит уклад в агульный поспех. Что течется самого дирижера, то в особе Алены Соколовой коллектив знайшов безумовного лидера и мудрого керавника. Ганна Кральчук, Явген Макеенко, Игорь Марышченко, телерадио «Компания Гомель».